В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Премьер-министр Казахстана Оскар Мамин подписал запрет госорганам закупать импортные автомобили для служебного пользования. В Рикьявике ночью на улице выходит родительский патруль. В Северной Осетии спасатели спустили с горы Галдор группу альпинистов, среди которых было двое пострадавших. Премьер-министр Казахстана Оскар Мамин подписал запрет госорганам закупать импортные автомобили для служебного пользования, сообщила в среду пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли «Газавтопром», пишет Интерфакс. Отмечается, что это постановление уже вступило в силу и будет действовать два года. Документ предписывает совершать госзакупки и брать в аренду продукцию исключительно казахского производства с обязательным требованием сертификата формы СТКС. В «Газавтопроме» заявили, что меры, принятые Казахстаном, в прошлом году привели к пересмотру политики закупок многих госорганов и нацкомпаний. Благодаря этому за шесть месяцев 2019 года лишь один процент купленных служебных машин был иностранного производства. Когда в реке Явике сгущаются сумерки, на улице выходит родительский патруль. Взрослые, которые возложили на себя миссию надзора за молодежью, сообщает Евроньюз. «Мы подходим к детям, мы разговариваем с ними, если слишком поздно, мы говорим им идти домой, вежливо и приветливо», объясняет один из участников патруля. По закону, детям до 12 лет нельзя находиться на улице в ночное время. Сторонники такого патрулирования говорят, что добровольцы спасают детей от опасности безделья, наряду с городскими клубами для молодежи. При этом взрослые вспоминают, как сами проводили время на улицах в этом возрасте. Два десятилетия назад выпивали 56% исландцев старше 16 лет, теперь таких 35%. Чтобы наставить молодежь на путь истинной власти, рекомендуют максимально сокращать свободное время детей, записывать их в секции и кружки. Для этого город выдает семьям специальные ваучеры по 500 евро в год на ребенка. По словам мэра Рикьявика, когда появляется возможность, у детей возникает желание заниматься спортом, играть на музыкальных инструментах, играть в группе. Так что общество должно лишь обеспечить лучшие возможности. На исландскую модель ссылаются, как, например, успешные молодежные политики во многих странах. В России об этом опыте вспоминали, когда вводили комендантский час для детей и подростков младше 16 лет. Руандиец приютил в своей галерее художника из Бурунди, ставшего беженцем, передает НТД ТВ. Когда Майк приехал в Руанду, спасаясь от конфликта в родном Бурунди, он не надеялся найти такого друга, как Джамал. У обоих одно увлечение, они художники. Джамал пригласил Майка пользоваться его художественной студией в столице, городе Кигали. Руандиец говорит, что помощь – это не обязательно что-то большое или дорогое. Теперь оба художника вместе рисуют и вместе выставляют свои работы. Продажи от картин помогают поддерживать их семьи. Майк уехал из Бурунди в 2015 году, поскольку страну захлестнуло политическое насилие. Сегодня вдоль границы Руанды с Бурунди проживает более 50 тысяч беженцев, большинство в лагерях. Однако Майк отправился в город, чтобы можно было рисовать. И Джамал приютил не только его. Галерея открыта для других художников из Руанды, Бурунди и соседней Демократической Республики Конго. В Северной Осетии спасатели спустили с горы Галдор группу альпинистов, среди которых было двое пострадавших, передает телеканал МИР24 со ссылкой на Главное управление МЧС России по республике. С помощью авиации МЧС мужчину, получившего наиболее серьезную травму, доставили во Владикавказ и передали медикам. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Второй пострадавший, получивший порезы рук, отказался от медицинской помощи. Маршрут, по которому осуществлялся спуск, считается достаточно опасным. Эвакуация происходила при помощи альпинистского снаряжения. Операцией руководил спасатель международного класса Сергей Егорин. Всего же в работах участвовали 11 человек и одна единица техники. Итальянский фонд инициативы и исследования по вопросам многонациональности опубликовал данные Национального института статистики по состоянию на 1 января 2019 года. Статистика показывает, что в Италии насчитывается 2 миллиона 815 тысяч иностранных христиан. То есть это 53% от общего числа проживающих в стране иностранцев, включая католиков, православных, евангелистов и других групп христиан. Среди них только евангелисты переживают относительный рост. Примерно 183 тысячи человек, что на 50 тысяч больше, чем в предыдущем году. Мусульмане составляют 30% проживающих в стране иностранцев, а атеисты или агностики – около 500 тысяч человек. Число евангелистов и протестантов выше. В основном это мигранты из Восточной Африки, Восточной Европы и некоторых азиатских стран. Многонациональные и международные церкви играют важную роль в процессе интеграции в итальянское общество. Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, Техас, на прошлой неделе исполнилось 110 лет. Своё долголетие она не приписывает диете или генам, вместо этого она отдает всю честь Богу. «Господь тот, кто поддерживает меня, да будет благословенно его имя, вот почему я живу», – сказала она. Фрэнсис родилась в 1909 году. В те годы ожидаемая продолжительность жизни женщины в Америке составляла всего 54 года. Но Фрэнсис уже дважды пережила эти цифры. В этом году она отпраздновала свой 110-й день рождения в кругу семьи, друзей, общины и даже мэра Хьюстона. На её глазах выросли шесть поколений членов семьи. Несмотря на свой почтенный возраст, Элизабет Фрэнсис обладает острым умом и относительно здорова. Неизвестные угрожают взорвать здание церкви в Пакистане, если община не прекратит богослужения, сообщает портал Викторис со ссылкой на International Christian Concern. Небольшая община в городе Карачи на протяжении нескольких месяцев получала угрозы от неизвестных. Как рассказал старший пастор церкви Ассамблея Бога Навид Азим, группа людей по телефону угрожала взорвать здание церкви, если верующие не прекратят проводить богослужения. Несмотря на угрозы, христиане отказались выполнять требования радикалов. Даже после того, как община узнала об угрозах, их решимость собираться для совместных богослужений только усилилась. Об этом заявил местный житель, пожелавший остаться неназванным. Верующие отказываются уходить из церкви и требуют от местных властей, чтобы те защитили их. Главная опасность развития цифровых технологий заключается в ограничении человеческой свободы, считает патриарх Московский и вся Руси Кирилл, передает РИА Новости. Опасность развития новых технологий только в одном – эти технологии несут несомненное ограничение или полную потерю свободы человека. «Чем больше мы полагаемся на цифровые носители, тем больше мы подвергаем опасности в первую очередь свою свободу», – сказал он на встрече с учеными Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Патриарх подчеркнул, что утрата свободы личности человека, слепо полагающимся на достижение технологии, может пройти для него незаметно. Не только средства связи, но и вообще вся цифровая цивилизация, которая уже начинает становиться нашим достоянием, способна максимально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо дискомфорта, – добавил предстоятель Русской Православной Церкви. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин